Всем привет! Я нахожусь здесь в студии с Бауэром и с Кешей. Это бывшие профессиональные игроки по дисциплинам CS и Dota, бывшие чемпионы Казахстана, призёры международных турниров. Я бы хотела узнать, чем вы сейчас занимаетесь после того, как ушли в профессиональной арене? Ну, после того, как я ушёл, завершил, грубо говоря, профессиональную карьеру кейсера, я работал в разных компаниях. Также я работал у всеми известного на территории СНГ арбалета Мурата Жумашевича. Работал у него в компании некоторое время. И после чего я стал менеджером команды Gambit. В 2017 году мы выиграли мейджор, как все знают. Было очень много хайпа и мне посчастливилось в этом во всем участвовать. И мы посетили очень много турниров. На многих турнирах занимали классные места, призовые места. И благодаря этому, грубо говоря, интерес к киберспорту и желанию поднять этот вид деятельности, у меня он возрос прям в стократно. Вот, как-то так. То есть у тебя очень огромный опыт в плане киберспортивных организаций? Да, да. Наверное, я всё-таки, я всегда это повторяю. Это, в первую очередь, благодаря Мурату Жумашевичу, который вселял нам эту веру, это желание, когда ещё, в принципе, ничего не было. Вот именно в кейсе. Да. Очень было мало турниров. Был один WCG раз в год. И там пару каких-то мелких турниров, куда пробиться было практически нереально. Но он проводил на локальном уровне крупные турниры с большими призовыми. У всех игроков именно с моего поколения у всех была большая мотивация всегда играть. И вот любовь именно к игре, именно любовь к этой дисциплине мне привил всё-таки. Хотя до этого я всегда тоже играл много, но я понял, что это очень перспективно с точки зрения бизнеса и с точки зрения хобби. Киберспорт имеет очень большую перспективу. Ну, тем более, у нас его пока мало, поэтому нужно его развивать. Ну да, у нас это точно. Согласен. Ну, расскажу тоже о себе, да. Я завершил профессионально играть, ну, наверное, где-то в 2012 году. После чего, ну, конечно, с рынка киберспорта уйти просто так невозможно. Всегда любишь его, когда ты вот сам был проигроком, ты не можешь взять и завязать просто с этим. Это же такой наркотик даже, я бы так и сказал. Ну, и, собственно говоря, с 2012 года я развивал киберспорт, организовывая турниры. Причём разного масштаба были турниры и от маленьких локальных турниров, от онлайн-турниров до больших во Дворце Республики с лан-финалами, там, из восьми команд, где, ну, прям, много продакшена и много работы. Вот. Ну, и, собственно говоря, по истечению вот какого-то промежутка времени, получается, уже вот в 2017-2018 году я подумал о том, что нам нужно как-то развивать рынок здесь, что ли, и нашёл, скажем так, единомышленников. И мы вот собрались вместе и вот создали организацию. Как раз с Кеши у нас, у нас пять человек вообще в команде. Ещё есть Айнура, Марк Аперкот, ну, наверное, многие там его знают. Дотеры. Дотеры, да. И есть ещё один парень, Фарух, он тоже в нашей команде. Вот, собственно говоря, мы создали организацию N1. А что означает N1? N1, ну, любой геймер знает, что значит N1. Это как N1. Ну, я, честно, когда я слышал N1, я подумал N1 сначала. Вот мы поэтому и создали такое интересное название. Оно сочетается как и N1, и N1, и N1, и, ну, и как-то вот... Ну, и просто N1. И просто N1, да. А как вы пришли к такому названию? N1, ну, на самом деле сидели, думали, креативили, скажем так, впятером прям. Не знаю, там, сели в кафе, что ли, я даже вот не помню, как это происходило. Начали там какие-то идеи накидывать, и вот пришли к этому названию. А организация будет по разным дисциплинам? То есть ДОТ, АКС? Вообще у нас планируется много направлений. Ну, если говорить точно, первое мы планируем, это киберспортивный клуб, который будет включать в себя составы по разным дисциплинам. По Counter-Strike, по ДОТе, по Папку, возможно, там, ну, по Хардстоуну и так далее, и так далее. В дальнейшем. Организация киберспортивных мероприятий, то есть турниры по ДОТе, большие, маленькие, онлайн, оффлайн, разного формата, разной величины, соответственно. Также есть направление в планах, опять же, студии. Хотим иметь своих комментаторов, своих аналитиков, которые, ну, вот, собственно говоря, будут освещать деятельность киберспортивную уже здесь у нас, в Казахстане. Скажем так, а-ля Рухаба, что-то такое. Ну, и, конечно, в еще дальнейшем будущем планируем создать платформу, нашу казахстанскую, в которой игроки смогут собираться вместе и как-то, ну, вот, играть турниры, скажем так, может быть, организовывать их вместе, может быть, собираться просто... Ну, аналогия, аналогия Фейсита. Да, что-то рядом с Фейситом, что-то рядом. Вроде Казахстанской лиги будет, да, в общем-то? Что-то типа того, да. Ну, это очень круто, на самом деле. Ну, для себя, я от себя, можно сказать, для себя я это изначально так представлял. То есть, так забавно получилось, что, в принципе, я ребят из нашей команды N1 знаю давно, но, как бы, эта идея пришла нам всем одновременно порозить. То есть, это не было так, что типа мы собрались, ребята, давайте что-то замутим. У меня эта идея была давно, и я для себя это представлял так. Я хотел аналогию такого казахстанского Старладера сделать. То есть, сделать, да, в первую очередь платформу, делать онлайн-турниры, выводить это на какие-то крупные ланы, привлечение спонсоров, частных инвестиций и так далее. Затем, как-то так все сложилось, я точно даже не помню, мне позвонил Фарух, с которым мы постоянно это обсуждали. Он мне позвонил, говорит, слушай, ты помнишь Марка Казагашева, Аперкотта, Баура? Я говорю, конечно помню. Он говорит, вот они тоже такое хотят, давайте все вместе встретимся. Давайте. И мы встретились, и в итоге мы брейнштормили, и мы пришли просто к одному выводу, что мы хотим, в принципе, одно и то же. И решили собрать такую команду единомышленников, как Баур сказал, и продвигать это у нас в нашей стране. Опять же, от чего я всегда отталкивался? В первую очередь от наших талантов. То есть, я всегда всем повторяю, что у нас, грубо говоря, все таланты, которые так или иначе находили инвестиции или спонсоров и выезжали на зарубежные буткемпы, они всегда стреляют. То есть, на моей памяти, это как минимум Гамбит, это команда Тенгри, это команда Авангард, то есть это КС-составы, но тем не менее, мы можем взять того же Наймана по Хардстоуну, которого также подписали в свое время в Virtus.pro, и он достаточно успешно выступал. И это Жан Умаров-Мумино, который также выступает за Авангард по дисциплине PUBG, и очень успешно у него все проходит. То есть, нужно показать наших талантов. Да, да, то есть, грубо говоря, всем этим ребятам, которых я перечислил, им когда-то дали возможность себя проявить. И, грубо говоря, 100 из 100 просто стрельнул. И это не говорит, что это единственные таланты. У нас куча талантов, куча способных ребят абсолютно по разным дисциплинам, по любым популярным дисциплинам, которые способны себя проявить уже на международной арене. И им всегда не хватает какого-то толчка. То ли это финансов, то ли нормального интернет-коннекшена до Европы, до Азии, куда угодно. То есть, у нас наша страна так отдалена от всех, что играть онлайн со всеми очень сложно. Поэтому, как бы, и у меня всегда была такая мечта, что хочется помочь, хочется сделать то, чего никто никогда не делал у нас в нашей стране. И тем самым помогать молодым игрокам себя проявлять. Вот, кстати, хочу дополнить тоже, извиняюсь, к словам Кеши. На самом деле, мы вот когда создали эту организацию, мы поняли, что мы реально можем помогать вот таким новым талантом, скажем так, раскрываться в мире по разным дисциплинам. И люди, ну вот, то есть Кеша, я, Марк, Фаруха, Айнура, мы прям профессионалы своего дела, реально. И мы вот подумали о том, что если сейчас мы соберемся все вместе, мы прям сможем создать такую организацию, которая максимально точно сможет помогать раскрываться таким талантом, вот как, кстати, Жан, Найман, ну и так далее. В правильном направлении. Да, в правильном направлении идти. В плане кипоспорта, да. Это очень здорово, на самом деле. Потому что у нас немного таких людей, которые имеют огромный опыт в плане кипроспорта и могут правильно направить. И я, честно, очень рада, что у нас есть такие люди и что вы взялись все-таки за это. Вопрос такой, смотрите, у вас уже есть на примете команда? По доте будет первая, или по CSGO, или по... Скажем немного инсайда. У нас, правда, есть наработки, вот прям в данный момент есть. Мы почти подписали уже команду по доте. Более подробно, наверное, расскажем, ну вот так, крупно, масштабно, попозже. В следующем видео. В следующем видео, да. Пусть будет так. То есть пока без никаких инсайдов. Да. Ну, пока так. Как бы маленький такой, маленький инсайд. Все в процессе разработки, да, сейчас. Ну, интригуетесь, вы даже меня за интриговали. Мне очень стало интересно, кто же будет играть в вашей организации, потому что я, насколько помню, были организации киберспортивные, открывали ребята Team House, делали им условия, зарплаты, но почему-то эти проекты, они не стреляли. Почему? Скажите, пожалуйста, вот с чем проблема? Ну, опять же, я могу от себя 100% заявить, что в любой профессиональной киберспортивной команде существуют какие-то пробелы, какие-то проблемы с менеджментом. То есть я знаком, ну я как кейсер, я буду говорить конкретно о Counter-Strike. То есть я знаком со всеми командами, с их менеджерами, с их директорами, всех тир-один команд. И когда бывает на досуге, на турнирах каких-то, на ланах, мы общаемся, я задаю какие-то вопросы, которые меня интересуют, мне рассказывают какие-то невероятные вещи, что, мол, у нас проблема с финансами. Хотя команда всемирно известная, у них там несколько миллионов подписчиков. В общем, у нас проблемы с финансами, у нас проблемы со спонсорами, у нас бывают проблемы с менеджментом или там еще с какими-то вещами. То есть содержать команду и дать команде то, что ей нужно, на самом деле не так легко, как кажется. Многие геймеры считают, что достаточно иметь там денег, там, не знаю, буткемпа и все. И на этом можно делать, тренироваться, выходить на мировой уровень и так далее. На самом деле тут менеджмент, я на него так смотрю. Менеджмент профессионального клуба киберспортивного, он подразумевает, наверное, я могу его сопоставить с менеджментом типичного футбольного клуба. Потому что это нужен огромный став людей, профессионалов в своем деле, профессионалов по медиа, профессионалов по психологии, это в первую очередь. Профессионалов именно с точки зрения тренерства. То есть людей компетентных, которые знают четко, что делать. И это огромное усилие, ежедневные работы. И поэтому, думая, что вот мы сняли Team House, купили компьютеры, подключили интернет, все, пацаны, мы выходим на мировой уровень. А потом у них не получается и они не могут понять, почему. Очень много нюансов. И опять, это одна из тех причин, почему мы с ребятами из Н1 все вместе. Потому что так или иначе, каждый из нас имеет опыт. Кто-то из нас мегапрофессионал, скажем, в ДОТе. Кто-то из нас был менеджером профессионального клуба. Кто-то из нас проводил сотни различных онлайн-офлайн турниров. То есть, грубо говоря, все аспекты киперспорта так или иначе мы знаем. И главное, осталось это все воедино собрать. Отвечая на вопрос, вот как я до этого сказал, почему не стреляют те команды, которые имеют Team House и так далее, спонсорство, условия. Это банальный менеджмент. Тут очень много времени и сил нужно уделять всяким мелочам. Даже питанию, сну, всяким-всяким мелочам. Их перечислять можно часами. И объяснять это людям, ладно, если это один человек, а объяснять это пятерым, а то и шестерым, это не всегда легко. Ну, как-то так, я это так вижу. Есть что-нибудь добавить, Павра? Дополнить нечего, Киша просто разорвал сейчас. Прям все сказал, как надо. Как оно есть. Да, как оно есть. Ну, и там опыта больше, гамбиты там. Я вас послушала, в принципе, все, что вы сказали, я сделала огромный вывод. Во-первых, то, что у нас нету именно менеджмента в Казахстане, и это нужно развивать не только киберспорт. Дотеры у нас есть. У нас очень много талантливых игроков, но их нужно правильно преподать. Да. И второе, то, что у вас, вы открываете свою организацию по дисциплинам. Да, все верно. Все верно, да, что так есть. Супер, супер. Я очень рада, поэтому давайте завершать наше видео. Но перед тем, как закончить, я хочу сказать, что у нас будет розыгрыш, и вам нужно подписаться на группу ВКонтакте и сделать рекост. Ссылка в описании. Да, и ссылка, и все подробности будут в описании под этим постом. С вами была Айгера Данавис, Баур, Кеша. Пока-пока. Ну, года. Подождите, я волнуюсь. Нормально, гоу еще раз. Чемпионы Казахстана, призеры... Ой. Призеры международных соревнований. Смотрит на Баура и не может, понимаешь, это сказать. Это бывшие профессиональные игроки по дисциплинам CSGO и Dota 2. А, у меня же петлички нету, подождите, все с петличками. Звук туда пишет. А, сори. Короче говоря. Стоп, стоп, подождите, что? Давайте заново. Прикольно получается. Отвечай, потом это прям нарезки такие. Субтитры сделал DimaTorzok